Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну как ты не поймешь, я не хочу про это снимать. Сборка смерша это тот еще геморрой. Ты должен. Ты уже 4 месяца обещаешь мне сделать это видео. Откладывать больше нельзя. Давай снимай. Может лучше снимем какой-нибудь обзор на лоудер. Да, хотя обзор на лоудер это полное дно. Ладно, давай снимаем про смерша. Сегодня разберем порядок и варианты сборки ременно-плечевой системы смерш от компании Союз спецоснащения. На примере смерш АК. Разница от других модификаций лишь в виде навешиваемых подсумков. РПС поставляется в следующем виде. Упаковано в собственный сухарный подсумок. Давайте посмотрим, что внутри. Первое, плечевые лямки выполнены в виде одного элемента. Второе, два подсумка под 4 магазина АК, 2 ручных гранаты и 2 сигнальных патрона. На их месте в других модификациях могут быть как подсумки под магазины СВД и РПК, ну либо короба для пулеметов. Третье, поясной ремень РС-31. Четвертое, мягкий пояс СМЕРШ. Пятое, подсумок под пакет перевязочный индивидуальный медицинский стерильный. Ну для простоты и удобства будем называть его подсумок под ИПП. И собственно сама сумка продовольственная СПП. Не будем тянуть и приступим к сборке. Для начала продеваем жесткий ремень РС-31 в мягкий пояс СМЕРШ, начиная сзади. Необходимо обратить внимание, если вы планируете разместить сухарную сумку на пояснице, то необходимо сразу расположить ее в нужном месте на мягком поясе и пропустив ремень РС-31 через центральную петлю в мягком поясе СМЕРШ, продеть ремень через соответствующие петли в сухарной сумке. После того, как ремень продет в щелевке, время разместить под сумки под боекомплект. В нашем случае сумки АК, РГ, РСП. Сразу оговорюсь, что под сумки производства «Союз спецоснащения» свежего образца имеют два варианта размещения по высоте, то есть два уровня петель. По горизонтали под сумки можно сдвинуть ближе к пряжке ремня, либо наоборот, дальше от нее. Это зависит от индивидуальных предпочтений владельца. Помните, у нас свободная страна, и вы не должны испытывать осложнений при извлечении магазинов из дальних под сумков в любом положении, стоя, сидя, лежа. Для примера мы будем использовать низкую посадку под сумков по вертикали и середину ремня по горизонтали. Причем таким образом, чтобы они не скользили вперед и назад, даже без фиксации их стягивающим ремешком. Продеваем РС-31 в петлю для ремня на мягком поясе, затем в крайнюю шлевку под сумка и далее во вторую петлю под сумка. Таким образом обеспечивается надежная фиксация по горизонтали. Кстати, если у вас объемная талия или вы носите РПС совместно с индивидуальными средствами бронезащиты, рекомендуем сдвинуть под сумки ближе к пряжке ремня и не использовать петлю мягкого пояса между ними. В завершение сборки правой части поясной секции заводим РС-31 в крайние ременные петли мягкого пояса. Затем надеваем на ремень одну из двух стяжек из стропы, продеваем РС-31 в пряжку фастекс. Мой вам совет, продевайте РС-31 только в одну щель фастекса. Если вы не преследуете цель, в последующем вдоволь намаяться с регулировкой системы при смене сезона одежды и шир... жир... тол... конституции тела. Ха, выгрудился. Спасибо. Проделываем представленный алгоритм действий с левой частью. После сборки обеих частей настраиваем длину РС-31 под себя. Не забывайте, что РПС может носиться на униформе. Сгибаем концы ремня до нужной длины с обеих сторон и фиксируем на липучку велкро с обратной стороны ремня РС-31. Пояс не должен быть сильно затянут и доставлять дискомфорт. И в то же время необходимо сделать так, чтобы он надежно держался и не гулял во время передвижения. Для этого разместите снаряжение в подсумках и застегните ремень. Пояс должен держаться на теле и не сваливаться. Сейчас можно присесть, отдохнуть, попить чай с печеньками, ведь полдела сделано. Поясная часть собрана. Все, отдохнули? Не забываем останавливаться поздно. Переходим к установке плечевых лямок. Начинаем со сборки спиной секции. Продеваем лямки в железные полукольца на мягком поясе в районе поясницы. Не торопитесь выкидывать эластичное прорезиненное кольцо, если нет желания крепить свободные концы строп при помощи православной лечебной изоленты. Кольцо пригодится нам в последующем. Главное не забыть про него в самом начале, чтобы не огорчаться, пересобирая все заново. Кстати, если вы решили носить сухарную сумку на поясе, то необходимо продеть стропы через полукольца на ССП одновременно с полукольцами на мягком поясе. Продеваем стропу в первую прорезь двухщелевой пряжки на плечевых лямках сзади. Затем заводим стропу во вторую прорезь и ведем ее в обратную сторону. А сейчас викторина. Ваши мысли, как лучше крепить лямки спиной секции? Вот варианты. Первый. Завести стропу в свободную двухщелевую пряжку, которая играет роль фиксатора и оставить таким образом. Второй. Продеть стропу в полукольцо на подсумке и зафиксировать в таком положении при помощи все той же свободной двухщелевой пряжки. Свои ответы оставляйте в комментариях под видео. На наш взгляд, первый способ наиболее прост по сборке, но второй более надежен, так как позволяет лучше распределить нагрузку. Две точки на лямку вместо одной. А также лучше фиксирует РПС на теле. Однако второй способ сложнее. Необходимо обеспечить равномерное натяжение ремней, что достигается только тщательной настройкой. Какой способ выбрать, решать вам. Что-то я сегодня не в настроении заморачиваться. Покажу первый вариант. Итак, закрепляем плечевые лямки на подсумках. Для этого продеваем стропу лямки через переднее полукольцо на подсумке. Далее через первую прорезь в двухщелевке на плечевой лямке в передней части. Возвращаем стропу через вторую прорезь двухщелевки. Устанавливаем на стропу свободную двухщелевую пряжку и эластичную стяжку стропы. Свисающий конец стропы фиксируем при помощи эластичной стяжки. Эй, Жук, проснись! Ты видос-то будешь доделать? Да что-то вам морили мне все эти двухщелевки и полукольца. Да, продолжаем. Второй вариант. Продеваем лямку через второе полукольцо на подсумке и фиксируем ее при помощи свободной двухщелевой пряжки. Полностью повторяем операцию со второй лямкой. Подгоняем длину строп таким образом, чтобы обеспечить одинаковое натяжение на всех четырех точках. Заодно проверяем длину строп на спиной секции. Эй, хватит поясничать, давай делай ролик. Ладно. Для этого потребуется наполнить подсумки снаряжением и желательно потяжелее. Результат должен быть следующим. РПС не гуляет на теле, сидит плотно. Все стропы плечевых лямок спереди и сзади имеют одинаковую степень натяжения. Вес снаряжения должен быть равномерно распределен между поясом и плечевыми лямками. Это легко проверяется. Если расстегнуть поясной ремень, нагруженный РПС провисает, демонстрируя степень натяжения лямок спереди и сзади. Устанавливаем подсумок ИПП. Он крепится на одну из плечевых лямок по выбору пользователя. Как правило, на левое плечо, если вы правша, для того, чтобы не мешать упору приклада. Есть два положения фиксации, высокое и низкое. Я продемонстрирую высокое. Нет, мне не лень, просто здесь уже нет особо никакой разницы. Продеваем хлястики нижней стропы подсумка в небольшие кольца крепления по бокам лямки. Застегиваем на липучку и просто оборачиваем хлястики второй стропы вокруг плечевой лямки и также фиксируем на велкро. В том случае, если на РПС вы потратили не весь семейный бюджет и у вас еще хватило на радиостанцию, подсумок с которой вы планируете установить на это же плечо, воспользовавшись стропами моли, то рекомендуем расположить ИПП нижним способом. Мы с вами молодцы, почти закончили. Почему почти? Потому что осталось надеть только сухарную сумку. Но с этим справится и младенец. Так что удачи, я пошел. Ладно, ладно, ладно. Цепляем карабины сухарки за металлические кольца на плечевых лямках, регулируем длину стропы и закидываем ССП за спину. Для того, чтобы сухарная сумка не болталась и не натирала шею стропами, фиксируем ее при помощи хлястиков велкро на лямках. В такой компоновке обеспечивается быстрый и удобный доступ к сухарной сумке. Нужно лишь расстегнуть хлястики велкро и перекинуть ее через голову. И вы легко и просто найдете искомый предмет внутри. В отличие от крепления ССП на поясе, вам будет значительно проще оперировать содержимым. Минусы такого способа ношения, то что вы не сможете одновременно использовать другие рюкзаки. А сама ССП не так надежно зафиксирована и будет болтаться на спине. Конечно, вы можете возразить, что можно дополнительно зафиксировать сухарную сумку к спинным стропам при помощи хлястиков на велкро. Но в таком случае нивелируются все очевидные плюсы такого способа ее размещения. Выбор способа ношения сухарки зависит исключительно от предпочтений владельца. Оба способа по-своему хороши. Правильно собранная и подогнанная РПС СМЕРШ от Союз спецоснащения обеспечивает равномерное распределение веса носимого снаряжения по всему телу, что хорошо сказывается при длительном ношении. Она не затрудняет передвижение в положении лежа, либо пригнувшись. Отлично сочетается при ношении с бронежилетами разных моделей. Мы вас ознакомили с нашим вариантом сборки и настройки РПС СМЕРШ АК от компании Союз спецоснащения. Если у вас есть другие мысли по поводу сборки данной РПС, изложите их в комментариях под видео. Надеемся, что представленный видеоролик был для вас полезен, помог вам в подгонке и настройке уже имеющейся ременно-плечевой системы или оказал мотивирующее воздействие при принятии решения о приобретении данного изделия от компании Союз спецоснащения. В нашем магазине представлены РПС СМЕРШ в различных вариантах расцветки. Если подобный формат видео вам понравился, пожалуйста, не поленитесь, поставьте ему лайк. Ну, конечно, не забываем про комментарий, колокольчик, подписка, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Ладно, все, молодец, держи свой паспорт.